Продолжение следует... Поэтому я ожидаю, что и в этой группе вероятны изменения, поэтому никому из десятки расслабляться не стоит. Это факт. Шесть игр — это достаточно большая дистанция, за которую все может измениться. Ну что же, друзья, конечно, мы и наша студия аналитики будут следить за турнирной таблицей, потому что это, наверное, самое главное, за чем мы должны наблюдать сегодня. Это как раз битва за топ-10, битва за выход в Минск. Ну и вот стартует, друзья, у нас непосредственно наш первый матч. Как всегда, опять рангели и замечательные команды уже готовы к высадке. Ну и, как всегда, посмотрим, я надеюсь, самый лучший и самый классный PUBG. Обязательно. Тем более сейчас уровень должен быть, обязан быть запредельным. Ведь, правда, последний день тут нужно выкладываться на максимум всем тем, кто вне десятки. Но это должно и мотивировать всех тех, кто в десятке, потому что если одни выкладываются, а вы нет, то можно за бортом этой десятки оказаться. Ну, будем наблюдать. Будем наблюдать. Вчера у нас есть горький пример одних из фаворитов, которые не попали у нас в Минск. Это команда Spirit. Одни, к сожалению, для фанатов этого коллектива не в десятке. И это большое разочарование, пожалуй, для турнира в Минске. Много фанатов у этого коллектива. Большая поддержка на личных стримах и большая поддержка была на наших стримах постоянно. Но ребята не сумели в десятку войти, поэтому... Ну, ничего страшного. Будут еще турниры. Понятное дело, после Минска мы получим какой-то небольшой топчик. 10-15 команд, которые действительно уже будут выделяться. Но это не значит, что на протяжении парочки следующих тройки месяцев не появятся новые команды. Игроки не поменяются составами, не зарешафлятся. И мы не получим там еще какую-то целую пачку крутых команд, которые будут биться, конечно же, за топ СНГ. Да и не только. И, конечно же, мировой топ. Все-таки есть у нас отличные представители, которые сегодня у нас на картах. И замечательная команда НАТО Свинсера, и М19, и Фарзы сегодня в деле. Да и не только. Конечно, извините, что всех там 20 команд пока что я не называю. Но я думаю, по ходу трансляции мы разберемся, друзья. Ну что же. Ну, все по стандарту. Я наблюдаю Вегу в Сосновке. Я наблюдаю Na'Vi, которые летят в Приморг. Кстати, комфортный достаточно самолет для Na'Vi. ТБЕ, которые около Фейри Пира лутаются и, в общем-то, рядом с карьером тоже занимают несколько локаций. Естественно, М19, которая в Ясной Поляне. И первый круг у нас постоянно вот в этой группе складывается подобным образом. Ближе к центру, ближе к Ясной Поляне. И всегда для М19 вот у нас развивался вопрос в аналитике, не только в аналитике, но и в комментировании. Как будет себя вести М19? Мы за ними часто наблюдаем. Такие круги должны быть комфортны для команды, которая находится в Ясной Поляне в первую очередь. Ну и для команд, которые в Рожке и около лутаются. Это тоже достаточно комфортный круг. Посмотрим, как они будут выбираться. Я надеюсь, что в ближайшее время вообще в нашей студии какой-нибудь появится инструмент, чтобы они могли так взять, например, и 20 кругов показать. Вот как они были, вот все 20 партий, куда уходили, и кому в сумме было, ну, все-таки чуть-чуть легче. Например, вот все-таки при таком, вроде бы он всех устраивает, такая зона, такой круг, но все равно те же Na'Vi, они прилетели чуть ли не последние. Те же ребята из PvE, которые летят сейчас в Новорепное, тоже прилетели. Вот только сейчас приземляются многие уже там 2-2 одеты, кто находится там в починках, в Рожке, в Школе. В целом, очень интересная есть такая штука, называется тепловая карта передвижения команды. Это тоже очень важно. Я думаю, что за этим тоже будущие аналитики, например, PUBG, посмотреть действительно, как при определенных кругах движется команда, какие действия они совершают. В основном, и по статистике, это могла бы быть лучшая информация, на мой взгляд, для аналитики. Там не нужно быть гением, чтобы просто, поняв движение, да, разобрав их, знать, что к чему. Ну, чуть позже, точнее начать чуть позже лут, это, конечно, тоже не проблема. Но, с другой стороны, если круг уходит далеко от вашего спота, то, во-первых, вам и до своей точки лететь, потом еще и обратно ехать. Соответственно, вы должны выдерживать тайминг, какие-то домики, возможно, какие-то места вы не лутаете, и вам нужно выезжать. И, соответственно, уже от того лута вы строите свой игровой стиль. Возможно, так и будет сейчас с некоторыми коллективами. Но, по идее, в принципе, все-таки такая зона вроде бы всех должна устраивать, и мы не увидим каких-то там сумасшедших драфий и замесов здесь в начале. Страшное творится с Бестмод. Там два человека из Бестмод, 16-я команда, вот как раз вам их показывают. Они плавают. Похоже, они слишком буквально восприняли фразу «плавать не ошибка» и начали плавать с первых же минут. Ну, видимо, загнали их туда, судя по тому, что я наблюдаю, и нужно как-то парням выбираться. Ну, Юниверс, да, контролит как раз сейчас Северный, и, по сути, Юниверс просто выдавили в воду сейчас команду Бестмод. Ну, только что мы смотрели, конечно же, этот эпизод. Пока наблюдаем, кто где лутается. В общем-то, все как всегда. Вот Ивоки на своих позициях. Конечно, хэштеги, школа. Все, как всегда, под контролем. Замечательная сковородочка в действии. Ну, и другим глазом я вот смотрю в наш монитор. У нас есть, конечно же, отдельная миникарта, друзья. И здесь вот. Ну, в принципе, да, есть там небольшой контакт. Один из ПВЕ переехал уже мост, но вряд ли его заметят ребята из команды Киткат. Они занимаются мильтой. Но, возможно, там какие-то вот при смещениях и будут перестрелки. Единственные ближние там соседи, ну, это, наверное, все-таки Георгополь, да? Это Fluffy Gangsters и команда Way to Hell. А причем Fluffy Gangsters, они лутают довольно специфически. Одни лутают контейнеры два человека, и еще двойка стягивается чуть ближе к рожку. Вот я смотрю в сторону все-таки Венеции. Там идет лут примерно. Чуть даже левее, пожалуй. Ну, и Тир-4 тоже неподалеку этих ребят находятся. Тут тоже, возможно, какие-то перестрелки, но пока всего этого не происходит. На ФЛГ, вот посмотри, они все-таки немножечко где-то рискуют, да, при таком разделении. Но, опять же, не собираются явно драться на первом тайминге с кем-то. И, скорее всего, ну, понятное дело, ребята уже занимают Венецию. И двойка, которая находится в Георгополь, должна вот по обычной стандартной дороге, да, просто сместиться к ним. По идее, опять же, только в паблике там на острове делают засады. На турнирах мы такое не видим. Благо, конкретно около контейнеров часто есть транспортное средство. Это может быть и мотоцикл, и машина. Если нет около самих контейнеров, можно прогуляться дальше в дома, которые мы называем по обычаю дома Комкова. Там тоже потенциально могут быть транспортные средства. Поэтому там и гараж есть, в конце концов. Вот, поэтому... Ну, дальше перекресток, мост. Да, должны они, какое-то средство должны найти для передвижения. Там редкий случай бывает, когда нет машины. Скорее всего, в этот момент зона там и остается. Тем временем, Vogue получают дроп. Друзья, давайте посмотрим, что в коробке и будет ли там какой-то мега-бонус, кроме, конечно же, третьего набора. Asics уже поехал. Asics уже помчался и действительно где-то везет команде Vogue. И сегодня наши аналитики, если ты слушал, решали о том, что, возможно, Vogue должны выстрелить. Они пока на 17-м месте. Игроки-то неплохие. Тот же Мага там, уже достаточно известный персонаж. Но осталось только вот на PGI попасть в Минск. Я думаю, что ребята могут больше, чем они пока что показывают. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, кому достанутся здесь все прикольчики. Ну что ж, Мага получает... Конечно, опаснейший игрок Мага получает гили и сьют. Неплохо. Ну и посмотрим, кто там в команде самый главный пулеметчик. Кому достанется этот девайс. Так, тем временем Константин на переездах. Вега-Сквадрон тоже уже пытаются занять. Неужели лоу-граунд себе выбирают здесь? О, снова поздно. Да, поздно поздно объезжает команда М19 с Ясной Поляной. Это может быть чревато. Их уже встречают яички дракона. Два человека 12-й команды сидят и уже ведут обстрел по М19. Долго, долго лутались парни. И это уже не первый раз происходит с ними. Уже их дома стандартные заняты. Подъезды к домам, которые глубже, которые тоже можно было, наверное, контролировать, тоже заняты. И проехать туда не представляется возможным без потерь. Пушми стягиваются тоже ближе к Ясной Поляне. Между Рожком и Ясной Поляной располагаются Пушми. Там есть укрытие около моста, но они не самые крутые. Ну что же, уже потихонечку занимают двойки, какие-то более центровые позиции. Поближе в центр зоны подтягиваются и тиммейты. Ну и действительно, сегодня крайне такая вот аккуратная игра. Какой-то там прям мега-про-левел. И на первом тайминге мы не видим никакой агрессии. Все очень аккуратно разъехались. Разъехались, никого не переезжают машинами, никого не сбивают. И, в общем-то, действительно, лейт здесь будет крайне интересен. Не только я это сказал, у нас понеслась. Сбили машиной Асикса. Вот это да! Да, и добили его сразу же. Гиф тут перестрелил Асикса, не дал поднять его. Самая пока интересная игра, такой, знаешь, игрок пока этого розыгрыша, это Корви. Он как плавал вначале, так и продолжает плавать пока что. Не знаю, что с ним там происходит, какие предпосылки к этому. Но Корви как плавал, так и плавает из Бистмод. Может быть, реально тоже пицца приехала ему, кто знает. Ну, посмотрите, Bad English. Просто на морозе приехали в хэштеги, забрали одного из Vogue. А куда вообще команда Vogue успела смыться с этих позиций? Сейчас посмотрим. Конечно, так. В Life of Gensers пытаются Delvace проскочить. Universe занимает горку. Ну и пока, в принципе, нет. Тут не будет никакого там жаркого минуса. Здесь все окей. Pit Cut. Просто немного постреливают по ним. Moon, но не попадают. Moon уже в порядке. Moon спустился в низинку. Na'Vi начинает движение в круг. Немного поздним темпом, но они уже около гадки практически. На ваших экранах как раз карта Dustich ведет обстрел по проезжающим мимо него Universe. Тут еще Way to Hell засели в поселке. Но они обстрел, похоже, не ведут. Да, такие пока что контактные, не особо контактные, точнее, перемещения. Сегодня действительно очень много команд сплитится. Мы тоже за этим будем обращать внимание. Наша студия аналитики, возможно, посчитает вообще там, как, сколько коллективов успело разделиться, где они собрались, у кого получилось, у кого нет, у кого наоборот. Это пошло не на пользу Na'Vi потихонечку. Друзья смещаются также к центру. Ну и посмотрим, что выбирают Na'Vi. Все-таки лоу-граунд поближе, видимо, к вампиру, к веге, поближе к фарзам. Там уже все занято. Все-таки, ну, понятное дело. Ох, слушай, еще и Тир-4 могут спину тоже настрелить потенциально. Если у Кости Бицепса есть нормальный прицел, то и отсюда можно будет Na'Vi посмотреть. Но Na'Vi выбирают позицию еще глубже. Они, с одной стороны, укрыты холмом. С другой стороны, в принципе, там и дома есть неподалеку. Так что с этой стороны, я думаю, Na'Vi простреливать не должны. Ну, в принципе, там все равно должен быть сейв. Да, Na'Vi все-таки заряжают чуть выше починок. Действительно, соседи там серьезные. Na'Vi, Fars'ы, Vega, Vox'ы приехали на школу. Но там все-таки Team Bad English, возможно, им также навяжет бой. Начинаются переезды. Ну и, конечно, сейчас вокруг рожка будет очень много, возможно, веселых ситуаций. Особенно мост сейчас будем смотреть, кто-нибудь рискнет или нет. И пока что KitKat дает пару даже минусов. Да, эта команда до бума страдает. Потеряет одного представителя уже точно. Просто пока что спокойно себя чувствует в этих домиках. Их тоже, по идее, все устраивает. Видят они пока что ПВЕ-шек проезжающих. Но, по идее, здесь должно быть без каких-либо потерь для команд. Вот пять фрагов тоже пытаются сейчас отстрелить проезжающих. Хотя вот, может быть, все-таки одного из ПВЕ-шников, который остановился, сейчас он окажет. Ребята, ох, опять въезжает в дом, рискует, подставляет каску. Но повезло, что ему не залетело сейчас. На самом-то деле мог получить очень легко игрок команды ПВЕ. Гринхоук видит, что противник засел тоже в небольшом таком поселочке. Что касается, конечно, нынешней ситуации. Каждая команда пытается занять злачное место для себя. Пытается как-то освоиться на местности. Но сейчас зона начнет выдавливать какие-то коллективы. От нее будем отталкиваться. Что ожидаем? Да-да-да, очень интересно, куда же уйдет зона. Будет ли это, например, зона вокруг, там, Рожка, Школы. Либо, возможно, уйдет чуть ниже. Либо вообще сейчас всем наверх быстро мчать. Нет-нет-нет, уходит западную часть, поближе к руинам. Ну, где-то, грубо говоря, руины практически в центре. Ну, и там вот находится Юниверс, команда Тир-4. Также неподвлекон от Нави. Неплохая история для Нави, для Тир-4. Хороший тоже расклад. Ну, и давайте посмотрим, как сейчас команды, которые вот находятся вообще в самом центре. Будут ли они куда-то перемещаться, смещаться. Вот я вижу, уже у Нави поехал Дрейнис. Ребята занимают горку. Ну, вы понимаете, наверное, это будут все-таки желтые домики. Авангард, скорее всего, там натренированные все эти моменты. Опять же, Дрейнис по этим схемам сколько играл. Ну, скорее всего, это желтые дома ниже руин. Сейчас увидим. По ним пытаются стрелять Тир-4, но это безрезультатно. Пока что М19 тоже начинает передвижение в белую зону. Тут просто караван, друзья. Включите миникарту. Пять сквадов едет по одной дороге. Один за одним. Это просто какая-то дичь происходит. Сейчас только позбивают на машинах. Это жесть, друзья. Вот просто дорога с Ясной Поляной в сторону Рожка. Я вижу, тут вокруг М19 просто все едут. И тут будет просто какая-то погибель. Нам тем временем показывают на разборке на руинах. Окей. Дельвейса убивают. Да, Таб, кстати, пережил эту перестрелку. Или обстрел даже скорее. Потому что там Таб особо и не стрелялся. Вон уже и Ламыч сбивает Тир-4. Все, уже на позиции, по идее, Нави. Да, вот эти желтые домики как раз. Ну, тут забавный момент. Понимаешь, Тир-4-то они движение и не начинали. Они оставались на позициях. А Нави позиции сменили. И начали обстреливать Тир-4. А Тир-4 оказались в окружении. Сейчас просто все в эти холмы, лоу-граунд и руин. Влетают все коллективы. Команд пять, друзья. И Тир-4 оказались, что они по центру. Так уже сейчас можно говорить о том, что Нави принимают верное решение. А Тир-4, например, они замешкали немного. Оставшись на позициях, они и правда попали в очень неловкое положение. При этом немножечко шумили, да. Стреляли по Нави. Опять же, тоже было слышно. И посмотрите, команду просто со всех сторон сейчас просто разрывают. Да, центр, конечно, выгоден. Но нужно тоже вот все-таки с толком, с чувством, с расстановкой занимать такие позиции. Потому что нужно, чтобы вас со всех сторон не обстреливали. Это очень, на самом деле, показательный момент для обсуждения в аналитике. Когда две команды находятся примерно в одной и той же позиции. Но одна команда увидит круг, начинает смещение в более выкройную позицию по такому кругу, чтобы их все не переехали. Откуда эта команда остается стоять на месте? Ну, это большая разница. Не стоять там на месте, там просто проблема в позиции. Там куча хороших лоу-граундов. Даже находясь в центре вроде бы можно хорошо отстреливать. Но ребята как-то и агрессивно играли. Конечно, сложно отстреливать, когда все абсолютно сквады выезжают в твою сторону. И ты со всех сторон открыт практически. У тебя есть, конечно, ЛГ. У тебя есть ЛГ, никто не спорит. Но какая-то команда тебя начинает поджимать. Нави уже заняли позицию сверху. Тебя тоже видят спину, начинают настреливать. Все-таки у Нави позиция лучше. У них там за спиной лес, там больше открытого пространства, которое они могут контролировать. Есть лоу-граунд за этими домами. Ну, просто более выгодная и качественная позиция в исполнении Нави. Только что в A2H мы видели, извините, друзья, что мы особо не комментировали этот момент. Но опять же все на экранах. Приехали к Нави в домике. Но это было уже слишком поздно. И, ну, конечно же, Нави отстрелили практически всю команду. Вот это подарок вообще. Пацаны, тут уже минут 10 находятся. Так, те самые знаменитые шприцы. Так же находятся. Гроза, все нормально. Ну что, неплохо. Меня все еще интересует судьба Корви. Как он там жив-здоров. Парень, который плавал на старте. Да, он объединяется с командой. Планка их ждет. Их выпустили. На краю зоны. На севере зоны. Ждет их. Ну, тем не менее, молодцы. Они четвером живы. Это факт. Да, вся команда пока что на карте. Нашли машины. И вот пытаются вот чуть-чуть ниже шутинг-грейдер все-таки заехать в белую зону. Ушми Хантер 6 вбегает в таба и пал смертью храбрых. Ну что, за таб. Теперь, в принципе, он зажат сейчас. Посмотрим, тиммейты вообще тут есть. Нет, он один остается. Его сейчас явно здесь потушат. Здесь не только, конечно же, сам игрок Fluffy Гэнс. А знают ли об этом Fluffy Гэнгстас? Вот в чем вопрос. Пардон, не Fluffy Гэнгстас, а их оппоненты как раз. Что тут один находится пока что. Ну, об этом они не знают. Они, скорее всего, слышат команду Bad English. Там еще юниорс списали. Синди Янг, Нокайт, Ваунс Паунса. Там еще Тир 4 по-прежнему есть. Кинг находится в лоу-граунде. Он просто лежит сейчас. И уже вот так лучше бы вначале действовали. В такой ситуации, когда все на них ломанулись. Ребята постарались отстреляться. Там еще демку посмотреть нужно. Может быть, мы ошибаемся. Может быть, там совершенно какие-то другие ситуации. Может, там просто кто-то классно попал. Не было смачков и так далее и тому подобное. Все было бы хорошо в HP, если бы это не край зоны был. Тоже касается и Fluffy Гэнгстас, и ПВЕ. Все эти парни сейчас, по идее, будут выдавлены зоной. Кто из них окажется ловче, кто сможет пробраться в зону, тот и должен выйти с положения. Так, самоненок, друзья. Все-таки нашел перфикс-гоза в Венеции. Нокнул его. Ну, посмотрим. Там, по идее, можно поднять игрока. И по-прежнему ТАП просто прячется в руинах. Он пытается, конечно, добежать до Венеции. Попытается, если у него будет возможность. Но мы видим, что он мансуется за ящиком. И думает, что его до сих пор контролят здесь соперники. Ну и, возможно, не зря боится. Конечно же, о нем помнят ребята. Ну и просто заселись беспокойно в желтые домики, обстреливают проезжающие команды. Вот сейчас Форза там тоже будут недалеко проезжать. Только что пять фрагом прилетело тоже. Они близко, тут пять фрагов. Они здесь на машинах катаются. Ну нет, заняли лоу-граунд. Проблема пяти фрагов в том, что они между молотом и наковальней прибывают. Там, с другой стороны, еще М19 есть, Тир-4 гейминг. Тут вообще шаг влево, шаг вправо и расстрел. Не так далеко мы видим команду Pro100 тоже от Na'Vi находится. И просто соло-воин команды Way2Hell, как раз, наверное, единственный, который не попал под раздачу Na'Vi. Там просто находится между молотом и наковальней, между командой Natus Inser и между командой Pro100. УВЕ посмотрим, насколько они тут будут выбираться правильно. У них пути отхода немного, если честно, так посмотреть. Кинга убивают все-таки пять фрагов. Вот они как раз в своих низинках, вроде бы, хотел сказать, более качественно отстреливаются. Но уже мы видим, как здесь и силы уничтожают, и просто пушми начинают их жестоким образом казнить в этих лоу-граундах. Ну, казалось бы, ты сидишь в низинке, но с другой стороны, когда у тебя с каждой стороны противник, рано или поздно кто-то на тебя да посмотрит. И не все стороны прикрыты в любом случае. Ну, там нужно еще опыт получить. Если вы туда часто там занимаете, там часто играете в этих лоу-граундах, в этих горах под руинами, то может быть. По-моему, с пушми мы упрощались. Там очень сложно и всегда непросто. Пушми есть еще в аунс-паунс. Возможно, он еще как-то там подымет своего тиммейта, но об этом попозже. Пока что утонул у нас Шура. Возможно, у него какой-то вылет был, друзья. Возможно, его просто не пустили только что, когда он пытался переплыть реку и попытался подплыть под руинами. К сожалению, мы этот момент не увидели. Но посмотрим, если что, студиоаналитики отметят этот момент. И, конечно же, расскажут, кто там погиб за зоной. Пока есть поднятие. Все нормально. Продолжают вдвоем работать пушми. Сайфокс и Хьюстон Рейди находятся под чики-брики. Спину Дастиши видели. Дастиши уже тоже понимает, где противник. Поглядывает в сторону Хьюстона Рейди. И у одних, и у других укрытия отличные. Но зона более благосклонна к 22-й команде, именно к чики-брики. Как же стараются сегодня бисмол? Они уже на горке, друзья. Я вот посмотрю, они уже на центральной большой мегагоре. Возле Георгополя. Ну, а он вполне еще кого-то там взрывает. Таба взрывает из-за Full G. Таб, правда, мстит и нокает Мирури. И, в принципе, вот сейчас я вижу Юниверс, которые были вдвоем, которые получили дроп, потихонечку смещаются чуть ниже. Но это сейчас с ними может сыграть злую шутку. Посмотрим, куда уйдет зона. Встреча Киткат и Веги. Тоже на миникарте видна нам. Ой-ой-ой, просто к Юниверсу. И сейчас пойдет Англи там смещаться. И, скорее всего, Бестмот имеют какой-нибудь там теоретический шанс их заметить. Вообще, пока у Бестмот не плохие позиции. Спасибо, спасибо. Показывает на момент с Вегой. Уже один нок на Киткат. Пошли гранаты. Максизор еще одну достает. Кемба сидит смирно. Аккуратненько отдыхает. Классная граната. Залетает от Максизора. Коля Гараж упал. И Сайленс под обстрелом на Киткат. Пытаются, пытаются запушить. Понимают, что в доме один всего лишь игрок. Скорее всего, есть у них такая информация. И нужно либо его додавить, но посмотрите, как работают тиммейты. Ну, просто шикарная игра. Все, все, налетели. Налетели Вега-Сквадрон. Мелмана добьют. Сейчас Максизор уже в спине у него. Да, Мелман добит. Янг Санни сидит со своим товарищем в доме. Пытается поднять. Ну, что же, сейчас 2 в 4. Один красный. По идее, просто на разменах задушат и задавят. Возможно, там через какие-то гранатки. Но, посмотрите, минус Кемба. Тут не хватает просто патронов. Уходит тиммейт чуть-чуть, к сожалению, не прикрывает. Чуть-чуть из своего. Кемба на самом деле был подбит очень сильно. Нужно быстренько справляться с этим товарищем и поднимать Кембу. Так, Кембу успеют поднять. Ну, там совсем мало здоровья оставалось у Кембы. Благо, что первый ног. Вок, но тут чуть было не лишились одного своего товарища Вега-Сквадрон. Вок против Нави. Нави пошли душить. Обрати внимание, у Нави там еще неприятности с тыла могут быть. Но Воки слишком близко просто подошли. И Нави начинают агрессивно действовать. Ворвались, дожали. Отличный Ламыч прикрыл. Трое пушили. Неплохой момент. Зиг все это время лежит и смотрит. Нет, не лезет, да, не лезет. Он один, он не лезет здесь. Я думал, что, возможно, он может постоять по Нави. Нет, а зачем? Ну, ног нет сейчас заработает себе там какие-то очки за килл. Не то, не факт. Да, и моментально погибнет. Его задача, конечно, сыграть на плейсмент. Смотри, у него просто Юмп. Там еще на такой дистанции не факт, что ты с Юмпа нормальный поставишь. Вот как раз Юмп этот бешеный. Нет, он бешеный, но дистанция для Юмпа не лучшая на самом деле. Нет, ну я согласен, но я такое наблюдаю частенько, как люди ставят с Юмпи. Я действительно разные видел. Тут я не спорю. Я вижу, как с револювером иногда с такой дистанции дают по голове. Да, и тут парни, в принципе, все-таки попадающие опасные. Ну да ладно, давайте пока что посмотрим Сайфокс. Все-таки без тиммейта сегодня работают. Да что творят с гранатами у нас? Тасти взрывает Сайфокса. Браво просто. Добивает его сразу же Колдор. Ну, радиус поражения увеличивает. Ой, по-моему, пушми приплыли. Ваунс Паунс в ноке. Его добьют. Товарищ Ваунс Паунса просто покинул и побежал куда подальше. Да, Мирури говорит, все, дружище, пока. Хотя, да, далеко не убежал. Просто нашел себе ямку и пытается там обезжаться по нему. Да, да, пять фрагов его находит и, по-моему, сейчас отстреляют. Да, так и есть минус от Шарки. А тут спину ТБ заходит пяти фрагом. Да, и там еще одна перестрелка. Там еще и просто сцепили соперниками. А здесь уже и Ламыча чиманули. Посмотрите, какая война. Уибах, Уибаха, позиция превосходная. Он прям в ухо смотрит двум оппонентам. Но убить пока не сумел. Ну что же, минус Флаффи Кенстерс проезжающий тут под Рейнис. Попал Перфект Готт совершенно случайно решил промчать на мотоцикле. Ну и двое нокнутых у Нави. Надо спасать тиммейтов. И Бах неплохо. Дрейнис также дает минус. Ну и нужно спасать. Яички Дракона пытаются добивать Ламыча. Да, только молодой остается в Ноке. Два игрока живы у Нави. И Бах видит Зольтерса. По самому Ибаху прилетает. Браво, Зольтерс! Вот это стрельба с Юмбо. Неплохо размансовался. Вроде бы находился на хайграунде. Иногда там может и по голове прилететь не очень удобно. Когда ты так вот пикаешь соперника в яме. Ну отлично, теплыйненько все. Просто навалились. Дрейнис, да. Теперь тоже, как и Зиг, остается соло-воином. И отлично, отлично работает команда Дракона. Браво, просто браво. Действительно. Huge potential. Просто молодцы. Использовали замес, использовали судьбу. Ну и вот она тоже интересная перестрелка. Пятифраговый ТБЕ. Пятьфрагов только что стреляли с другой командой. Только что с Пушми была война. И не отошли они еще до этого дела. Как-то БЕ уже встречают в ряд. Выстроились пять фрагов и легли там же. Отлично. Ну что же, пока молодой. Также сейчас пытается просто погибнуть за зоной. Не отдать фраги своим соперникам лишние очки. Это, конечно, тоже важно. Ну что, у нас по мини-карте, друзья. Экзампл где-то в центре пока что. Но, по-моему, он что-то в соло остается уже? Не-не-не-не. По-моему, там кто-то есть. Кто-то есть? Не наблюдаю я отсюда. Нет, по идее, один. Ты правильно говоришь. По-моему, один. Просто занимает там себе. Ищет самое выгодное место. Нам не показывали момент, как отлетели М19. Низинку так, Дрейнис. Кстати, по нему и стреляет, между прочим, Вега. О, без зоны. Все, нет экземпла. Все, это минус М19. Да, мы момент упустили с гибелью М19. Как-то одного экземпла мы и заметили. Его тоже расстреляли. Дрейнис очень битый. Ложится, нужно подлечиться. Да нет, нет, Дрейнис. Это не работает. Не работает. Крабик закрывает. Крабик, крабик, крабик. Ну, Дрейнис сам выскочил, лег и понимает. При том, что крабик тоже один. Да, да. Ну, Дрейнис просто приехал и понимает. А, куда я приехал? Я в яме нахожусь. Что такое? Ну, тут чисто на удачу попытался отхилиться. Конечно, дай ему еще одну-две секунды. Возможно, бы он смылся сейчас. Занялся классную. О, еще одна перестрелка для ТБЕ. Тафа, посмотри. Чики-брики выходят на них. Здесь ТБЕ уже побеждали. Ну, как побеждали? Они добивали пять фрагов, которые были обескровлены слегка. Вот сейчас на очереди Чики-брики. Плюс еще и HP, да, там тоже выше находится. Да, да, да. Но еще всем нужно немножечко пробежать. Все-таки зона уже сильно будет дамажить, коцать. Поэтому нужно как можно быстрее занять позицию, а потом уже заняться перестрелками. Заметь, заметь. Форс не торопится. Они, похоже, хотят острелить тех, кто в зону мчит. Это Бистмод. Да, по ним идет стрельба от Форс. Садовник нокает Корви. Тот самый Корви, который плавал, жил, дожил до какой-то у нас уже пятой зоны. Но Бистмод очень настроен. Вообще выглядели, очень старались, по крайней мере, в этой партии выжать максимум. Сыграть на плейсмент. Видимо, последняя зона не очень сработала. Золтерс, да, положил всех. Ой-ой-ой-ой-ой. Он стоял и так видел, как они ползут прекрасно. И всех отстрелил. Вот это стрельба. Вот это молодец. Ну что же, посмотрим, что будет дальше. Дички Дракона, Золтерс, Диммейт продолжают контролить позиции соперников. Ну, практически все зашли в зону потихонечку. Зона поджимает. Но Бистмод еще там, посмотри, подняли своего. И все-таки еще как-то... Да, заняли позицию. Вроде бы практически дошли до белой зоны. Слушай, по Садовнику еще стреляют. Садовник битый. Садовнику нужно подлечиться. Но ведь дальше в зону бежать требуется. Да-да-да, Форзы их и так плотно напрягли до этого. В этот момент яички Дракона минус Дастиш. Там перестрелка, надо посмотреть ее. Да, здесь тоже перестрелка. Одновременно даже не знаю, как это сделать. Вот мини-карта нам нужна. Мини-экранчик за второй последний сплит. А еще и Дабум вписался, посмотри. Чики-брики Колдера теряют. Дабум это парень, который в домах сидел там уже довольно долго. И продолжает съесть с Треналоком. Так, мы по мини-карте видим, что Форзы убегают от Бистмод. Все-таки уходят в поле. Понимают, что там сверху на горку они явно никак не зайдут. Ну а мы пока что продолжаем смотреть за Huge Potential и убийцы Золтерсом. Уже пять убийств у него и продолжает он цели искать для себя. Ползут. Такое мы уже видели. Смотрим за исполнением Huge Potential. По-моему, знаешь, что слева еще и Зик сидит. По-моему, он себя выдал. Это фанаты просто Крабика. А вот и сам Крабик. Все нормально. Тут пока все выживают. И Крабик, у него очень близко к зону. Зона благосклонна к Vega Squadron. Три человека сидят на краю зоны. И всем нужно будет идти в сторону Веги. Я на самом деле думаю, что смещаться придется Веги ниже. Потому что попасть под обильную стрельбу со стороны всех команд, которые к вам бегут, было бы не кстати. Сейчас посмотрим. Там Форзы пытаются зайти в зону. Как раз Форзы стреляют сейчас по Веге. Им еще мешают Бистмод. Но вот сейчас Бистмод занят и проезжает игрок Юниверс. Что? Куда ты приехал? Это, конечно, кошмар. Прямо в четверку Бистмод. Но там ПВЕшники напали на Юниверс. Один уже решил, все, пацаны, пока. Я вас бросаю. Бросил двух тиммейтов. Попытался уехать. Въехал в Бистмод. И в этот момент ПВЕшники пушат его. Друзьяк. Это, конечно, жестко. Шаманенок падает. Посмотрим. Здесь еще, возможно, Юниверс как-то выстоит. Сложно. Очень сложный момент. Энке. Да, Энке отправляется отыграть пока что. Посмотрим, сможет ли Хамминг его застраховать. Я смотрю, там Зик проснулся из Way to Hell. Сулловойн уже нокает Золтерса. Фарзы из Бистмод продолжают работать. Корва только что нокнули. Зик добивает Золтерса. Бистмод Азофака умирает за зоной. Что, остается Хамминг? Хамминг, а зона бьет. Хамминг, по-моему, зону эту не переживет. Да, зона Хамминг добивает. Девятое место для Юниверс. С ПВЕ нужно самим продвигаться дальше. Громозека уезжает, бросает двух товарищей. Им не жить в этой ситуации. Они тоже погибают от зоны. И Громозека, по-моему, падает. Бластон. Да, Кемба. А Бластон тоже, да, стрелял. Кемба дал минус из Веги. Забрал Громозеку. Все, приехали парни. Ну что, сим-команд на сервере, друзья. Давайте, конечно, следить за позициями. Клосс тоже не выползет. Ой-ой-ой. Ну тут, да, он уже, походу, умирает за зоной. Просто не дает очки. Либо все-таки есть. Схил, отхилился. Возможно, есть теоретический шанс еще ворваться. Клосс, мы видим Добум. Нет, нет, он не пойдет. Ну куда тут идти? Да, он просто выживает по максимуму. Ждет. Вот, возможно, кто-то еще умрет. И он на одну позицию выше. Сможет занять. Нет, пошел. Лейтом, зоной. Когда соперникам тоже нужно было пойти. В спину Добума пытаются настрелять. Клосс, и Добум. Но еще пульку не хватило. Ринолог сейчас даже не Добумок. В Пабе так называют руинер тот самый. Но если убьет, если 15 очков принесет, то хорошо. А не принесет, то это, конечно, все смысла особого и не имело. Но подруинил слегка. В другой команде тоже неплохо. Да, попытался. Бластон тоже погибает за зоной. К сожалению, все-таки в последней, по-моему, четвертой, нет, пятая зона очень злую шутку сыграла с ними. Ну смотри, у Форс ситуация комфортная абсолютно. И для Веги. Для Веги нормально все просто. Еще Крабик сидит тоже. Смотри, какая встреча. Хоркан. Бланк. Просто сейчас он пройдется у него по голове. В руках М24 не видит. Конечно, там вообще невозможно увидеть в таких кустах соперника. Ты его тут явно не ждешь. А вот он Бланк, посмотрите. Ну видит, там какая-то текстурка ходит. Он даже стволом не шевелит. Либо он завис, либо он... Да-да-да, все нормально. Да он кофе пьет просто. Все нормально. Пицца приехала. Не-не-не-не. Пицца-то другому. Это Корби приезжал. Ну тоже из его команды. У них там у всех, видимо, ужин. И Хоркан уже дает ног. В это время Бланк лежит у него прямо перед носом. Какая непростая ситуация для Бестмод. Он не будет стрелять. Мы видели, как вообще Бестмод плавали, вызывали. Заметь, как разогрел ситуацию Фарзы. 3 плюс 1. Спит вот этот идет. Такой не совсем обычный. Очень много информации собирают Фарзы сейчас. Благодаря этому сплиту. И информация у глупострела есть по многим соперникам. И за счет стрельбы парня еще и ног. Вы посмотрите. Минус Кемба от Садовника. Также сейчас Виналлок, возможно, погибнет. Что, пойдет Психа поднимать Максизор? Да, идет Максизор поднимать Психа. Хоркан пробежал по голове. Я бы хочу посмотреть за этим парнем. Слушай, они еще и на Крабика сейчас идут. Бланк по-прежнему там лежит. Крабик тоже лежит, не двигается. У него сплит 2-2 у Форс. Смотри, объединились Садовник и Гришка. Хоркан и Дидвамэш играют тоже сообща. Крабику нужно вперед идти. Психа не выпустили. Хоркан добивает его. Не дал поднять Максизору своего союзника. Вампиры ближе всех к зоне сейчас находятся. Ну и классно, классно работают Форзы. Там только Крабик находится в этом месте. И Крабику и Форзам там порядка 50 метров. Там кому-то чуть больше нужно зайти в зону. Крабик может подруинить потенциально. Но ему надо просто прожить как-то. Возможно, вместе с Форзами там забежать в зону, упасть. Пятым игроком команды. Линалок, смотри, добили. Тоже. Ну, пятое место приносит своей команде. Хоркан просто по центру поля пытается прорваться. Конечно, отвлекает на себя внимание. Но сейчас... Ух, как Димаш Максизора-то забрал. Вот это момент. Уже казалось, и он погибает. Хоркана пытаются поднять. Вот это да. Возможно, получится. Крабик все это время находится буквально там в 10 метрах от команды Форз. Оправдывает свой никнейм абсолютно полностью сейчас. Да-да-да. Помчал. Помчал. Крабик, шлема нет. Правая клешня, левая клешня. Работаем. А вот и Бланк. Он тоже вместе с Форзами. Так, пацаны, я ваш. Я с вами. Я тут в смоках. Подымай. Он сейчас просто забежит в смоки к команде. Это просто жесть какая-то. И лег. Отдыхаем. Перевести дух нужно. Там чуть-чуть осталось. Чуть-чуть доползти. Гранату достал. Чеку все будет взрываться, что ли? Метров 30. Он хотел возможности... Нет, бросил вперед. Граната пошла? Форзов. Достал. Еще раз. Да уже бросать надо было. Падай. Да что ж такое? Ну ладно, топ-4 для него есть. Красавчик и бессмот. Вообще пропотел Бланк. Просто молодец. Слушай, ну Крабик живет. Тафа, Крабик живет. Вампир тоже пока кое-как жив. Крабик может дать сейчас спину надавать. Это бред какой-то. Встаешь и два ложат сразу у Форз, по идее. Если стрельба будет точной. Ой-ой-ой. Крабик, зона. Все нормально. Крабик в зоне. Сейчас бы постелить двоих. Пока двое подальше отошли. Это реальный шанс. Надо сейчас. Наверное, сейчас. Ну, непонятно, что видит Крабик. Он знает ли, что двое так подальше отошли. То, что можно сейчас депауэром Гришку. Нам бы ФП Крабика посмотреть. Вложить. Это было бы. Пошел Крабик работать. Первого зацепил. А вот тут уже по себе. Гранату достал. Достал гранату. Снял чеку. Нужно бросать. Выцеливает. Пошла граната. Гришка минус. Где-то туда. Ну, посмотри, как моментально просто полетели фарзы на эту позицию. И самое смештое, что, возможно, как раз и все-таки чуть-чуть раньше. Ну, либо по зоне действовал Крабик. Неужто он не попал гранатой по Гришке? Там просто есть соло-воин команды Вегас-Квадрон, который сейчас просто зайдет в топ-2. А вампир уже в зоне? А, добивает Крабика. Снова лег. Вот все, этот куст теперь нашли, по-моему. Ждут, но не попадает по Крабику. Он как, не знаю, растворился просто в этом кусте. Его не могут пробить нормально. Закопался. Крабик меняет оружие. Вампир доволен. Он просто счастлив. Он даже не стреляет. Он видит спокойно сейчас оппонентов из Форс. Но он не выдает позицию. Он аккуратненько залег и ждет, чем же закончится переселка Крабика и Форс. Так, что это? Хаешку куда-то? Нет, он просто себя взорвал, не дал лишние очки соперникам. Но абсолютно логичное и правильное решение. Понимая то, что просто дашь очки из-за фрага по себе, и вряд ли ты 1 в 4 в такой ситуации вытащишь. Красавчики Форс. Мне кажется, что все-таки Вега могла бы немножко раньше смещаться ниже в зону, чтобы не попасть под такой обстрел обильный, когда много смещений было в их сторону. Но это вот примерно похожая ситуация с Тир-4 геймингом была, когда Na'Vi сместились, а Тир-4 нет. Конечно, и одни и другие плохо закончили, но тем не менее в том эпизоде как-то правые оказались с Na'Vi. Здесь же Вега тоже неплохой результат для них, но лишь один остался в конце. Я думаю, все эти эпизоды сейчас двойне подробно разберет наша студия аналитики, потому что действительно у нас все так происходило динамично, быстро. Это очень крутой розыгрыш был. Для первого розыгрыша это прям идеальный старт. Да, сегодня действительно первый матч нас радует. Были такие довольно веселые моменты. Пусть не до конца чуть-чуть отыгрывались, но ничего страшного. Для меня судьба Корви была всегда интересна со старта. Человек, который плавал первые 10 минут просто розыгрыша примерно, он там добрался, пожил, почти даже ввел свою команду в топ. Тяжеловато. Тяжеловато, конечно, так начинать, но надеемся, что дальше будет попроще. Но какие проще, когда 6 игр остается уже 5? И что было в этой, что будет дальше, расскажет наша студия аналитики. Вам слово.